Всем доброго утра! Сегодня снова мы в проекте Капитаны Бизнеса и сегодня у нас в гостях Андрей Кузьмин. Андрей, привет! Привет! Это наш железный человек Караганды и я думаю, что скорая мира во всем мире его тоже должны знать и будут знать. Поскольку у нас проект Капитаны Бизнеса, почему я пригласил Андрея? Потому что Андрей является серийным предпринимателем города Караганды. У него есть и транспортная компания, логистическая, есть и проект рекламный бизнес. Ну, в общем, я хотел сегодня немножко о другом поговорить. Хотел поговорить именно о проекте Iron Man. Андрей участвует активно в проекте Iron Man и хотел бы узнать, я думаю, что вам всем было интересно поговорить и узнать, в чем заключается этот проект. Андрей, еще раз привет! Привет! Расскажи мне, что такое Iron Man, что для тебя Iron Man, как ты туда пришел и что он дает, собственно говоря, для бизнеса? Ну, если в двух словах, Iron Man это самое сложное одновременное соревнование, состоящее из трех последовательных видов. Где тебе сначала нужно проплыть 4 километра, чтобы не устать, потом быстро проехать 180 километров на велике, чтобы отдохнуть, потому что впереди тебя ждет полный марафон, 42 километра 200 метров. Эту дистанцию называют железной. Здорово! Ну, а как ты пришел в этот... Ну, просто для меня не укладывается в голове, что это, ну, просто, это вообще возможно? Как это возможно все это сделать? И за какой период времени нужно уложиться? Самое интересное, вот если говорить о том, как я пришел сюда, та же самая мысль, как это вообще возможно? Элементарное человеческое любопытство. Вдруг получится? Да, шел я к этому в течение не одного года. И если в самое начало посмотреть, то все началось с покупки обычного горного велосипеда. Года 4, наверное, назад я купил свой первый велик. Заметьте, покупаем велик и идем в проект Iron Man. Купили мы в семью себе с женой два горных велосипеда. Ну, стал кататься, ездить до парка, потом, естественно, мальчишеское любопытство. Что это, как это, проекта чуть побольше. Стал читать форумы, читал о людях, которые сотни за день прокатывают, 150, кто-то пишет, там, 200 в день делают. Как оказалось, нереально. Проехал первый раз кружок до улицы Черешковой обратно, зацепил немножко безной красы. Трекер показал 13 километров, устал вообще дичайшим самым образом. Приехал, на 2 часа уснул. Но был дико горд, то есть такой личный подвиг проехать, там, километров 20, без остановки. Когда отбежался, отдышался, стало интересно. Ну, как-то же люди делают больше. Стал готовиться, съездил в Тимиртау, съездил в Батакару, постепенно наращивал километаж, и потом рванул в Алмату на велике. С Караганды, Нагорных. Взял с собой палатку, тормозок, и за 4,5 дня чутил. По дороге чуть не умер, то есть сейчас об этом процессе написания. Ну, коротенький рассказ, будет в открытом доступе обязательно. Я скину, ребята, так что читайте, штука интересная. Чуть не помер. Потерял за 4,5 дня, потерял, что около 6 килограмм. То есть, ну, реально приехали. Бодибилдеры бы, наверное, позавидовали с ушкой, если это не учесть, что вот такая-то игра была на тот момент. Стало интересно, то есть тысяча есть. Что дальше? Проехал тысячу, чуть не умер, как я сказал. Стало интересно. Это реально? Или просто переносно всплыли? Нет, ну, это реально. Были всякие интересные ситуации по дороге, когда было плюс 48, гора, и реально плывет сознание, возгибнет, то есть интересный такой челлендж. Стало интересно, окей, два раза по тысяче можно ли проехать? Или чуть больше по тысяче? И вписался я в такую авантюру, как поездка до Москвы. Три тысячи километров. Искал попутчиков желающих, сумасшедших не нашлось. В итоге, ну, и чухнул один. 17 дней мне это все хозяйство за него. Один вообще, вообще один. Единственное, ехал уже не на шоссейном, не на горном велосипеде, а на шоссейном, потому что ставка была чуть на скорость. Я так немножко пересмыслил, алматинский свой велопробег. Ехал на шоссейном велосипеде уже налегке. И снаряжение был только рюкзачок весом килограмм, наверное, на восемь. В то время как на горном велике почти 20 я грузил. Проехал 3000 километров. То есть родилась идея, что в принципе и расстояние, и муниципед при определенном уровне подготовки, ну, значения не имеет. То есть даже вплоть до кругосветки легко просто умножаешь количество дней пути на там в среднем 250-200 километров в день. И все, то есть границ нет. Думаю, что бы еще, что еще, что еще сделать. Марафон никогда не бедал. Тяжело, люди пишут, что очень тяжко. Посмотрел в календаре, когда ближайший марафон сентябр. Надо бежать. К марафону подготовился за два с половиной месяца. То есть это просто регулярно, каждое утро от 7 до 10 километров без вообще всякой там подготовки, чтения или чего-то такого социальной литературы. Вот просто на силе Олимпу говоря. Писался, пробежал марафон за 3 часа 54 минуты. В сентябре думаю, вау, круто. И когда... Сколько километров марафон? 42. 42. И когда готовился к марафону, периодически со мной товарищ, мы бегали. И как-то я сидел и думал, представь, куда-нибудь Iron Man сделать. Он такой, да ну нереально, ты что, мы тут к марафону еле живые бегаем. А тут целый Iron Man. Ну и все. И когда марафон сделал, думаю, ну что дальше еще? Килой покорения на велосипеде не предел, нет границ. В принципе, и марафон нет границ. Думаю, Iron Man стало страшно, реально. Потому что я плавал, конечно, в школе, но таких объемов и... И так много, и так долго, такого опыта не было. И почти, наверное, год я еще боялся вписываться, не вписываться в эту авантюру. И до тех пор, пока я не принял решение, что-то не исполнялось в прошлом году 30 лет, думаю, я себе сделаю подарок на 30-летие. То есть я себе ставлю конкретную цель сделать дистанцию для летных. И самое интересное, как только я принял это учение, буквально в течение недели в кросс-фит-зале я встретил президента Федерации Триатлона, Дима Махунцева, который говорит, а я вот тренирую триатлета. В Караганде, да? В Караганде. Такая штука интересная. У нас сейчас Триатлон, он в зачаточном состоянии. То есть как такового его практически нет. То есть есть единицы, это детская группа, те, кто готовится. В форс-форсной среде, по сути, мы единственный, железный клуб, кто сейчас готовит железных людей. Триатлона к таковому. Все, мы стали готовиться. То есть это был первый опыт, и у него, и у меня, когда человека готовили именно на железную дистанцию. Потому что классический спортивный триатлон, там дистанции гораздо меньше. Самая длинная, скажем так, официальная дистанция, олимпийская, это полтора плыть, сорок ехать и десять бежать. Ну, то есть как бы все вроде в таких адекватных разумных пределах. Стали готовиться, все получилось. Сделал РНМ, я понял, что в принципе пределов нет. В плане физического развития вообще никаких. И когда я приехал из Аталии после соревнований, во-первых, цель, когда достигнута, все знают, что мотивация падает. То есть надо ее поддерживать.